Всем привет! Ромка, здоров! Привет-привет, Лешкин, как ты? Слушай, я бороду еще не отрастил, как у тебя. Ну, скоро все будем так же. Потому что нет подпольных парикмахерских знакомых. Да, да. У меня, кстати, есть знакомый чувак, барбер. У него тачка оборудована под стрижки, и сейчас у него прям оврал. Он подъезжает к дому, ты выходишь и заходишь, у него там, ну, кресло, короче, ну, как в обычном барбершопе, плюс еще сигары и вискарь, прикинь. Грамотный подход. Единственное, с завтрашнего дня как бы передвигаться. Сейчас посты выставляются. Посты выставляются. Я сегодня в Талдом заезжал, там, блин, 25 гаишников, блокпост. Я думаю, блин, даже когда все хорошо, кажется, что все нехорошо. Понимаешь, паника, когда сколько гаишников. Так, ну что, ребята, мы в прямом эфире, журнал «Кастом Культура». Меня зовут Алексей Корниенко. Наш сегодня собеседник, наш близкий-близкий, очень близкий друг Рома Куракин. Директор и владелец тюнинг-центра «4х4». Когда-то мы были даже соседями по мастерским. Вот. Ром, привет. Еще раз приветствую всех. Да, рада видеть тебя в добром здравии. На рабочем месте, самое главное. Подпольно? Подпольно, надеюсь? О, как у нас сейчас все подпольно. Всем привет, Ром. Я буду задавать вопросы сегодня, но те ребята, которые будут задавать вопросы в прямом эфире, мы их тоже будем читать параллельно, да, и ты на них тоже будешь отвечать. Ромка, ну, как всегда, мы начинаем поговорить немножко за жизнь, за биографию, потому что нам интересны корни, с чего все началось, как все было. Вот. Расскажи вообще, как ты начал увлекаться внедорожной темой всей. Ну, все это началось очень давным-давно, порядка 17 лет назад. Было хобби, покатушечки. Сам своими руками собирал УАЗик у товарища в гараже. Причем товарищ тоже увлекался. Вот. Потихонечку вот начал, ну, сам крутил гайки, собирал УАЗик себе. Вот. И потом в один прекрасный момент подумал, как классно совместить, как более четко сформулировать, и бизнес, и работу в один флакон. Будет... Короче, чтобы хобби приносило денег, да? Да, было бы как классно. Это была, конечно, моя большая ошибка, но при этом я пошел работать в Автовентуре, где очень много чего подчеркнул для себя, более, как бы, более глубокую набрал информацию, и уже потом сам запустил свой проект. Причем с Автовентуре до сих пор очень плотно сотрудничаем, работаем как бы прародители мои. То есть кто... То есть вы до сих пор дружите? Да, в жизни оффроуда. Скажи, пожалуйста, Ром, а какой первый внедорожный автомобиль был в твоей жизни, именно твой? УАЗик. Какой? Банальный козлик. Я купил УАЗик за 30 тысяч рублей, во дворе стоял брошенный, и потихонечку начал его шаманить. Ну, как обычно, тюнинг, это как стройка, как ремонт, его невозможно остановить. То есть постоянно что-то хочется сделать, сделать, это как навязчивая идея. То есть цели закладываешь одни, а потом думаешь, а вот надо еще вот это поставить, это поставить, это даст мне стись. И чем более мощный, как правильно поговорить, джип, тем дальше идти за трактором. А помнишь ли ты первый автомобиль внедорожный, который ты подготовил уже в своей мастерской, когда ты ее открыл? Да, это был большой заказ, это было более семи машин, это было две буханочки и пять козликов. Нифига себе! То есть ты сразу решился опытом все забрать, да? Да, да. Вот, и уже пошло, пошло, пошло. К сожалению, сейчас наша тема умирает, и умирает благодаря нашему государству. То есть вот эти новые техрегламенты, все это влияет, цены, понятное дело. Но основное, что государство как бы, ну, перекрывает кислород с внесениями в конструкцию изменений. Ну, молодец особо сейчас не тянется в эту сферу деятельности. Все сейчас в область уехали и на дачи жить, и думаю, что до осени многие. Поэтому я думаю, что, может быть, будет какое-то изменение. Многие сейчас на внедорожнике пересядут. Да, то, что надо пересаживаться однозначно, и на это скептически нельзя смотреть. По одной простой причине, что, ну, не дай бог что, то есть, да, вот, все хихикали, хахакали, но дороги перекрывают, и ужесточаются все пропускные мэры. То есть, ну, передвигаться все равно как-то надо, и на легковушке далеко-то через, там, ну, через лес ты даже не проедешь. Ну, да, в объезд было бы прикольно. Да. Скажи, пожалуйста, вот для тех людей, кто не совсем в теме, какие основные модификации, ну, то есть, может, направление есть во внедорожном кастоме и тюнинге, да? То есть, может, там, для бедных, для богатых, что-то такое, я не знаю. Ну, на самом деле нет такого подразделения бедный, богатый. Здесь есть желание, главное, чтобы у человека было, а все остальное, как бы, сейчас, слава богу, рынок предоставляет огромен, да, там, грубо говоря, вот, там, 20 тысяч рублей за лебедку, да, там, 200 тысяч, и она будет отличаться только именно, там, названием, ну, естественно, и ходовыми, там, некими качествами, но при этом она тебе также даст использовать ту функцию, которую она закладывает в себя, да, и, опять же, те же самые диски, резины, то есть, все под каждого конкретного человека затачивается по-разному. Естественно, у кого кошелек побольше, он может себе позволить и, там, иномарку. У меня были прецеденты, что машина стоимостью 25 миллионов, мне еще там вбухивали. Поэтому... Какой проект, какой внедорожник ты подготавливал к самой дорогой в своей мастерской, вот прям, чтоб пипец? Буханка. Да ладно? Да, они поедут, проект Буханка. Турбо-Буханка. В районе трех миллионов. Три миллиона. Да, это еще... А новая Буханка была или был? Новая Буханка, это стоимость отдельно, она стоила 600 тысяч рублей. И плюс три миллиона еще? Да. Это что за такой космолистик? А, это вот, который я сейчас листал, наверное, нет? Нет, это на шинах низкого давления, это последние проекты, которые идут в машины, все на шинах низкого давления. Но там было вообще, там было воплощено все, что можно. Я сейчас переключусь, покажу, покажу ребятам. Да, это вот наш последний, это в том году проект был сделан, да, это не единственная. Есть еще одна такая буханочка катается, не мы ее готовили, вот это именно наши, да. А вот в эту сколько было вложено примерно денег? Единицы. Миллион, да? Угу. А в основном, кто модифицирует тачки? Ну, вернее, какие? Больше процентов УАЗиков или там иномарок? Ты знаешь, 50 на 50. Ну, а есть такой нюанс, что люди, когда покупают иномарку, да, она изначально, болванка, это дорого стоит. То есть машины, грубо говоря, там, взять, там, там, Прадик, либо, не знаю, там, Дефендер, они изначально будут стоить уже там в районе двух миллионов. То есть если брать даже подержанное, это уже единица. И опять вкладывать в нее. А самая основная проблема возникает в том, что когда человек машину достроил, да, получил там, грубо говоря, вот купил он там тот же самый Дефендер, вложил в него там миллион, и в лес он на ней не поедет по одной простой причине, потому что ему жалко ее становится. У УАЗика начинается жалко. А здесь же именно вся проблема в том, что в лесу от машины остаются рожки-ножки. Даже у иномарок? Да, даже у иномарок еще хуже. Проблема в том, что на иномарок вот сейчас вот, да, вот коснулись проблемы, что запчасти где взять? Все, остановили все поставки. Ну вот сейчас, да. Да, вот. Ну и что, все, ты в бубне. А в большинстве случаев склады официалов, они там невысоко, не все держат. То есть, да, там расходники в основном. Скажи мне вот вопрос от человека, который вот анонс видел, да. Вот этот проект не ваш? Нет. Не ваш. Ну, у меня концепция, что машина должна оставаться машиной. То есть, да, вот не на машинах автороса, вот, которые ты сейчас показываешь, реализованно, но она все равно была доработана до того, чтобы она оставалась машиной. То есть, это реально Нива, в которой вкорячены 36 колес. Изготовлены расширители, естественно, ну, там тоже колоссальная работа. Но это былотоход уже какой-то, да? А? Но это для болот уже, мне кажется. Да, ну, это машина вообще для слабых грунтов. То есть, шины автороса имеют сертификат, что они не повреждают почвенный слой. Вот. Поэтому... Машин стало мало. Реально. То есть, с рынка очень много у кого ушло. Пикапы, вот, обрати внимание, раньше пикапщиков было, е-мое, целый класс, да, людей? Ну, да, да. Ну, наше чудное государство выбило людей как класс просто. Обрати внимание. Раньше и Хайлюкс, и Форд Рейнджер, и Л-200, и там, ну, и Мазда, и Беттификс. Ну, то есть, был огромнейший там пикапщик такой сегмент людей, да, которые реально ездили, путешествовали. А сейчас все, всех загнали. Машин нет. Ну, то есть, пойти сейчас купить там Прада, там, вроде трех миллионов. Ну, какой-то, четыре миллиона, да. Вложить в него еще там два, и поехать на нем куда-то глумиться, ну, к сожалению, сейчас большинство это себе не могут позволить. При том, что цена на машины, ну, УАЗик на секунду, УАЗик Патриот, стоит миллион сто. За что, непонятно. Ну, ценники конские сейчас. Вопрос от Владимира Чигаева. Тоже был сегодня, сейчас покажу тебе. Что-то сегодня интернет очень долгий. Короче, пока открывается, ладно, дальше продолжим. Скажи, существует какой-то народный комплект, такой, чтобы вот просто взять и начать лазить по говну? Даже, может, не по говну, знаешь, а чтобы без опаски выехать в лес и куда-то в бездорожье. Да, то есть, это минимум 32 колеса, минимум 32 колеса, можно даже АТшечка, блокировки перед-зад и лебёдка. Ну, естественно, 32 колеса за собой потянут для того, чтобы их поставить каких-то доработок. То есть, это установка лифта подвески, либо боди-лифт, либо просто подвеска арк, в зависимости от автомобиля. Ну, лифт-подвеска, это чтобы, короче, поднять автомобиль чуть-чуть. Да, чтобы поставить, чтобы все понимали, что дорожный просвет увеличивает только колесо. Что бы ты ни делал, ты делаешь для того, чтобы поставить больше колесо, чтобы был больше дорожный просвет. Формула 4х4, которую вы покупаете, там, любой, там, да, джип, не джип, если он с завода не оснащён блокировками, межколёсными, то это вообще обман. То есть, вы покупаете машину 2х2. То есть, когда вы застреваете, у вас переднее правое, заднее левое, крест на крест они работают. Потому что дифференциалы безблок. И он и крутит, который легче ему крутить колесо. Вот, загрузилась фотка. Вопрос от Владимира Чигарева. Как, зачем эта штука нужна, и как правильно работает? Ну, это, как называется, лебёдка. Такая дешёвая, дешёвый вариант. Вот. Принцип очень простой. Она наматывает, когда вперёд колесо, ну, включаешь передачу, поедешь, трос фиксируется там за дерево или за что-то. И крыльзащиткой, либо трос наматывается на вот ступицу. Самый дешёвый вариант лебёдки. Ясно. А вот эта вот буханка, я тоже у тебя посмотрел на страницу. Вот эта вот. Да. Это вот про тут и говорил? Нет, это другое. Другая. Там, которая турбо буханка называется. Но это тоже не дешёвый бюджет, поверь. Ну, вот уже видно, да. Да. Это спальные места, да? Да. Это холодильник. Да. Люк. Да вообще, это буханка люкс, мне кажется, вообще. В 10-м году я их себя назвал пекарем, потому что выпекал буханочки только в путь, причём в разной комплектации, разного формата. А особенно было забавно, когда в буханку вставляешь бак увеличенный на 110 литров и заезжаешь на заправку. У меня вот как раз тот клиент, которому первым построил кучу машин, да, он меня пригласил в Горноалтай прокатиться. И я как раз на буханочке на этой поехал на заправку. И заправляешь, стоишь, стоишь. Они же, бедная девочка, которая на заправке не выдержала, выбежала, не понимала, куда бензин девается. Они же там катаются обычно на буханке. Ну, что, там в один бак 37, а в другой 20, там капит 25. А тут за сотню завалило. Ты сам подумал, что баки дырявые, да? Да, и куда пропадает, то есть под машиной было всё сухо и красиво. Что можешь сказать о моей буханочке? Руки приложил. Ну, не я приложил, я купил такую. Я понял. Но полностью обрезано, отлифтовано бодилифтом. Блокировок нет у тебя, да? Есть. Есть? Самоблоки стоят? Да. Ну, для сельских жизней вообще самое оно. Таскать, что-нибудь перевезти. Реально машинки такая. Причём, да, если разворачивать истерику в пандемии или в постапокалипческое направление, что лучше буханок, причём старых, которые карбюратомы, да, ничего нет. Потому что, во-первых, она вместительная, реально очень вместительная, проходимость безумная, даже в стоке они едут удивительно. Ну, и самое основное, что можно починить реально в полевых условиях добрым словом и какой-то матери. Ты слышал, да, что у японцев есть целое направление по буханкам, они скупают буханки и что-то с ними делают нереально. Они просто пищат, потому что это реально настоящий автомобиль, то есть которым надо управлять не сел и поехал, а реально управлять. То есть ты чувствуешь, что машина куда-то пытается сопротивляться, что-то переключать. То есть не амёмно сел, тапочку нажал и поехал, а именно управлять. Такой, знаешь, вопрос, типа я купил себе буханку, ну или кто-то купил себе какой-то внедорожник, но не шарит вообще ни в внедорожном тюнинге, ни в кастоме. Расскажи, расшифруй модные слова джиперов, чтобы влиться в тусовку и подержать разговор. Ну, приблуды всякие там, вот лифт, например, да, это завышение автомобиля. Да, значит, ну, много там есть такие же слова, как шноркель, это воздухозаборник наружный, который позволяет автомобилю преодолевать броды, то есть чтобы можно было топить мотор. Сапуны, это те же самые, тот же самый, грубо говоря, шланг, который позволяет не попадать в, чтобы вода не попадала в мосты, да, там в трансмиссию. Бедлоки, аэрлоки, тайрлоки, ну, там столько, это надо сидеть и заниматься, и понимать, для чего тебе это нужно. Потому что было раньше время, и в основном у меня тоже клиенты приходят, они как-то покатались, а давайте вот это, вот это, вот это поставим, и говорю, ну, подождите, деньги нам нужны. Я всегда людям честно говорю, деньги нам всегда нужны. Но не спешите, зачем? Вы сначала поймите, для чего вам это надо. Раньше была фича, все покупали хайджеки. Вот, расскажи, какой хайджек? Хайджек – это речный домкрат. Но с этим домкратом надо уметь работать, потому что очень много людей там себя калечат. По незнанке, да, там пальцы ломают, машины курочат. Этот домкрат создан для того, чтобы можно было автомобильку приподнять из колеи, подложить на нее дощечку и столкнуть в бок. Все, там ни колеса менять, ничего, он такой неустойчивый в этом плане. Вот, но поднимать на большую высшину автомобиль можно поднять. Слушай, а такая приблуда, я помню, была, типа, такой груши надувной на выхлопную трубу. Это аэрджек, да, это для ленивых, но у нас как-то в России он не прижился. Больше это рассчитано на арабов, потому что в песках там действительно очень тяжело копать, да, и подставлять что-то. А аэрджек занимает большую часть. ...площадь и за счет выхлопа, когда машина работает, плюс есть некоторые аэрджеки с помогательной функцией, что и компрессор может помогать. А делал наглушитель, подложил под машину, он как сам себя пузырь надул. Да, это вот моя машинка, бывшая. А, это твоя личная? Да, это моя личная машинка с мотором, единственная в природе у вас патриот с мотором Каминс, который мы туда вживили. Полностью обвес Медведь вот разработан, мы их вот сейчас очень, ну, тоже очень много делаем этих машин в таком классификации. Это вместе с компанией 3АВС Дизайн, вместе тоже там и стоит продукция РИФ, подвеска. Вот. Ну, а вот это что за проект, он симпатичный? Да, ну, это вот все именно на шинах низкого давления авторосовских автомобилей. Я у тебя спрашивал про, типа, народного комплекта, что нужно сделать, чтобы тачка поехала в лес. А что нужно с тобой, с собой взять в лес, чтобы потом вылезти оттуда? Ну, какие, какие приблуды, да, там, вспомогательные? Ну, обязательно нужен трос, корозащиточка, пару шаклов, если ребятка стоит на машине, обязательно. Даже если нету, хотя бы за что вас вытягивать оттуда. Да, и, ну, в идеале, чтобы пила была. Потому что у нас леса не чистят, к сожалению. Упразднили все. Поэтому. Ну, типа, берите бревна, деревья, чтобы проехать. Да, да, да. Чтобы, короче, уничтожать валежник. Какие проекты сейчас интересные у тебя есть в работе? И вообще, какие планы на будущее? Ну, сейчас, к сожалению, осталось два проекта. Мы уже заканчиваем. Значит, один это Барсик на сорок первых колесах от Автороса, тоже на низкого давления. И тоже Патриот Медведь, но спереди силовой бампер. Вот. Ну, это все, опять же, будет выложено. Да, это будет опубликовано. Я хочу... Выяснилось, что вообще с УАЗиками, Патриотами, да, там кто намревается купить, аккуратно, там стоят вот эти моторы ЗМЗ-Про, новые. Они там поставили чудо-сальничек вот такой, да, там. Я пытаюсь как-то везде всем покричать, чтобы люди были аккуратнее. Там вот сальничек, да, вроде ничем не отличается, коричненький. Но единственное одно, но у него нету сзади вот колечка металлического. И вот два клиента попали на мотор и просто въехав в горячий... Ну, мотор разгоряченный, поехали по распутице, нырнули, и он как шприц выпил всю грязь. Да, и люди попали на мотор. При том, что никто не предупреждал, что они там будут, дойдут до такой вещи. Вот человек пишет, давно такое. Что давно такое? Если эфир, то эфир будет в записи здесь и в наших группах. И у Ромы, я думаю, в группе он тоже появится. Ну, когда мы его переснимем, соответственно, перезапишем. Потому что с Инстаграма приходится переснимать потом видос. Все, кто нас смотрит, можете задавать вопросы. В комментариях, да, Рома на них ответит. Скажи, а как вот сейчас... Ну, и вообще в последнее время тяжело управлять мастерской и делать это бизнесом? Очень. Вот честно скажу, если вернуть бы назад время, никогда бы не занялся бы опять. Убиваешь и хобби, убиваешь как бизнес. Потому что высасывает грандиозное количество энергетики, времени, желания, всего. То есть для клиента, кажется, он заплатил деньги и все. А здесь, в общем, приходится много работать и с людьми, коллективом непосредственно, которые тоже люди и каждая личность. Потому что не каждый может сделать то, что от него просишь или ставишь задачи. И вплоть до того, что магазины, опять же, да, запчасти, покупая запчасти, они только продают. То есть вживую. Как оно себя поведет, где будет тереть, где будет. То есть опять сталкиваются установщиками. И, как правило, крайними всегда становятся установщики. Поэтому всегда все, как бы, изыскания, все ложится на твои плечи. Все эти разработки и все пробы и ошибок. То есть клиенту всегда отдаешь уже готовый продукт. Поэтому в этом плане очень тяжело. Второй момент, что все постройки, казалось, да, там колоссальные суммы звучали, да, в эфире у нас по стоимости постройки. Но время постройки занимает, к сожалению, 2-3 месяца. 2-3 месяца – это аренда. Да? 2-3 месяца – это зарплата людям. Маржинальность минимальная. Поэтому, при том, что ты сам понимаешь, что цены растут, да, там, на товары импортного производства, там, они до 90% составляют импортного производства из-за курса доллара, да, ты пытаешься компенсировать этой работой. Ну, не повышать стоимость. Но при этом никто аренду не отменяет, да, там, и все остальные затраты. Сложно, очень сложно. Более того, что у нас все-таки это вообще кастом-культура. В России она очень как-то медленно прижилась. Я в 2010, по-моему, году был на Сема-шоу в Америке, да. Естественно, в Америке это просто прет и цветет. В нашей стране, к сожалению, мы вот как-то были в зародыши, да, вот охотники, экспедиционщики вот подтянули вот мою ветвь, да, направление. Более-менее, да, там, и то, и то, я считаю, что мы находимся в очень зародышевом состоянии. И то, что у нас так государство, нам еще такую палку в одну в спину, ну, это кошмар. Потому что любую, взять любую страну, да, автоиндустрия, это всегда технологии, это развитие, это производство, это рабочие места. Да. Ну, у нас посчитали, что это никому не надо. Ну, есть знания. У нас это было, у нас это было в СССР-ные времена, когда людей поощряли, и помнишь, был пробег самоделок, и это было интересно. Да. Сейчас вот эти проекты даже, да, там, на машинах низкого давления, они прекрасно бы могли прижиться в Арктике, да, там, для машин, которая поставляется в военную. Ну, никому не интересно. Где нет слова попилить, распилить, никому не интересно. Интересно пилить только кастомайзером, но, к сожалению, свои же деньги. Да. И поэтому сейчас очень все это, все это печально. Ну, будем надеяться, Ром. Звано прошло. Будем надеяться, что все будет хорошо. Скажи, пожалуйста, пожелания, там, людям, кто любит кастом, ну, нашим людям, кто смотрит, читает наш журнал, и кто любит и хочет заняться внедорожным спортом. Ребятушки, всем здоровья, воплощайте свои мечты самые прям вот такие вот, вот чтобы все говорили, а зачем он это сделал, вот дурак, столько денег, тратьте, развивайтесь, стройте, стройте такое, чтобы вот у всех пачки отвисали и говорили, вот зачем он это сделал. У меня вот всегда, знаешь, я вот перебью этот момент, блин, а нахер он это сделал? Он красавчик, он просто молочуля, он единственный мог себе позволить это сделать. Пускай самые такие, это творчество, нас отвели в творчество, поэтому будем творить и создавать. На секунду, пару сотен лет люди ездили на лошадях, какой пару сотен лет? Сто лет назад. На тракторах ели вот только вот все, а сейчас, посмотрите. Поэтому развивайтесь, 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 стройте, несмотря ни на что. Ромка, ну спасибо, что мы увиделись, новый формат, новый формат интересен нам очень, вот, потому что теперь не нужна студия, а можно вот так вот, самое главное, в уютных условиях, да, в уютных условиях, в родных стенах. Вот, здоровья твоей семье, чтобы все было хорошо. Да, всем зрителям скажу, что завтра у нас эфир не в 18.00, а в 20.00, и завтра у нас в гостях будет канал Чудо Техники, известный блогер и журналист Георгий Белов. Ждем всех, давай, Ромуч. Пока-пока.